Очень трогательно, когда звонят и говорят, вы знаете, у нас сегодня было 10 минут, чтобы покушать. Наша группа с нескольких девочек, которые собрались, купили овощи, посушили и, по примеру, волонтеров из Днепропетровска стали делать борщ. Вот он самый первый. Борщ слабожанский, по-харьковски. Это в состав входят овощи, томатная паста, специи и этикетка, как готовить. Это на 5 литров, рассчитано на, чтобы поели 10-12 человек. Естественно, борщом мы не обошлись. Мы придумали сначала один суп, потом второй суп. В итоге сейчас у нас в производстве, считали мы недавно, 15 супов. Суп грибной с грибами. Это борщ зеленый. Суп итальянский. Лагман фронтовой. Юшко-поселянские. Во-первых, нас за все хвалят, но вот особенной любовью пользуются, во-первых, борщ. Во-вторых, харчо. Очень хвалят грибной суп и нашу новую разработку Лагман. Встал вопрос о том, что нужно что-то взять с собой, пожевать на выходы группам разведки, которые уходят туда. Витаминная бомбочка. Назвали ее витаминной бомбочкой, кстати, сами ребята. То есть сначала мы это называли набор цукатов и орехов. Но кто-то, когда благодарил нас, сказали, что ваши витаминные бомбочки это супер. Мы разработали такую этикеточку. Мы любим юмор. У нас витаминная бомба, жахны в лучну. Вот написано тут. И это цукаты, которые делаются нами из различных овощей и фруктов. Это орехи, финики, изюм. То есть это высокоэнергетические, калорийные такие штучки, которые можно взять с собой в карман. И в случае необходимости положить в рот, пожевать, ну и на какое-то время не хотеть кушать. Дело в том, что у нас достаточно трудоемкий процесс, потому что мы пришли к выводу, что нужно все запечатывать отдельно. Есть волонтерские группы, которые все кладут в один пакет и затягивают вакуумом. Ну, нам не очень нравится этот способ, потому что там в этом пакете лежат овощи, в этих овощах сухих лежит томатная паста прямо в овощах. Там же лежит бумажка с этикеткой. Ну, то есть оно как бы для того, чтобы достать, нужно залезть руками. Я не уверена, что на позициях, где нет воды, у них какие-то суперчистые руки. И вот они полезут в эти овощи, доставать оттуда пасту и бумажку, чтобы прочитать, как готовить. Ну, мы решили, что так неправильно. Поэтому мы отошли от этого способа. Поэтому все овощи мы запечатываем отдельно. Отдельно у нас овощи, отдельно у нас специи. Мы потом собираем все в один... Ну, тут вот можно это увидеть хорошо. Отдельно пакет, допустим, это харчо. Отдельно пакет с овощами, со всеми. Отдельно пакет со специями. Там же томатная паста. Все, когда собираем в один пакет. И этикетка. То есть раскрывают, высыпают все в отдельных пакетиках. Нигде ничего на землю не просыпется. Нету такого. Вот поэтому очень трудоемкий процесс. Очень трогательно, когда звонят и говорят. Вы знаете, у нас вот сегодня было 10 минут, чтобы покушать. Вернее, 10 минут у нас не стреляли. Вот, 10 минут. И мы за эти 10 минут ничего не могли успеть сделать. Вот, но вспомнили, что у нас лежат загашники в НЗ. Нам привезли волонтеры. Мы бережем, как зеницу ока, ваши пакеты. И мы сварили лагман. И успели сварить его. И опять начали стрелять. И мы пока стреляют, а мы тут потихонечку едим.